Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. До идеала или до неузнаваемости? Депутаты целый день исправляли закон об антикоррупционном суде. Чего ждать на выходе? Короткий путь в Европу. Через Бискидский тоннель прошли первые поезда. Почему новый маршрут? Стратегический. Вот и поговорили. Дональд Трамп отменил историческую встречу с Ким Чон Ином. Почему передумал? Америка без иномарок. Штаты вводят пошлины на ввоз машин в страну. Чем ответит Европа с Японией? День поправок. Парламент сегодня активно занимался депутатскими замечаниями к законопроекту об антикоррупционном суде. Большинство поправок отклоняли, да и поддерживать их в зале, где было немноголюдно, было особо некому. Главным вопросом остается положение о роли международных экспертов при отборе судей. Почему коалиция не готова идти на компромисс с МВФ? Давайте узнаем. Они начали сегодняшний день с 236-й поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. К завершению утреннего заседания едва приблизились к экватору. Мы не прошли еще и половину поправок, но профессиональная экспертная думка и дискуссия в зале, я уверен, и допоможут нам в конечном варианте принять правильное, согласенное решение. Всего к законопроекту на 19 страниц нардепы дописали порядка 2000 замечаний, и все поправки нужно обсудить, хоть и в полупустом зале. То, что сейчас идет расследование к законопроекту, это доброе. То, что проходят по поправкам, это доброе. И это не затягивание процесса. Мы можем говорить про финальную версию, выключно после того, как будут расследовать почти 2000 правок. Финальная версия законопроекта – это согласование ключевой поправки о том, у кого будет право вета при отборе кандидата в суде. Советы международных экспертов или ВККС. Есть одно важное вопрос, о котором сегодня нет согласия. Это вопрос механизма, кто добирает судов, и какая роль международных в этом процессе. Все еще есть резерва того, что не договорятся. И тогда возникают вопросы, а что мы будем делать с финансами страны? Где мы найдем дополнительные 3-6 миллиардов долларов, чтобы рассчитывать только в этот год за нашими обязанностями? Я не хочу, чтобы борьба с коррупцией была фарсом, и только с способом получения дополнительных денег от Международного валютного фонда. Для вопросов, зайдите на сайт Международного валютного фонда, кто владеет английским, або на сайт Министерства финансов, там должно быть украинская версия меморандума с Международным валютным фондом. И найдите там хоть одно слово, где написано, залежность чергового траншу от того, какой способ оборудования судей антикоррупционного суда. Я вам скажу одверто, вы этого там не найдете. Это неприятная история, конечно, потому что прекратится споробиться с Международным валютным фондом, от которого мы на самом деле залежим на сегодняшний день. Это правда. Но это не катастрофа. В блоке Петра Порошенко уверяют, их фракция за создание антикоррупционного суда. Но вот роль международных экспертов не должна быть решающая. Дескать, это противоречит Конституции. Если у нас статья 5 говорит о праве народа совершить владу или шляхом выбора своих представителей, то это точно не представители другого государства. Это внешнее управление. Есть разные конструкции, как можно сделать, чтобы не порушить логику законопроекта и желание наших доноров впливать на вопросы, но и не порушить Конституцию. В данном случае на это закрываются очи. И идет, знаете, такой шантаж. Как шантажует, знаете, наркомана. Доза – это финансовое влияние. Они хотят только в том виде, что они хотят все. Там есть куча аргументов. Говорят, что если вы не получаете деньги от нас, вы получаете агрессию от России. И по настроениям того же блока Порошенко ясно, что фракция не согласна отдать решающее слово при отборе судей международным экспертам. Мы же этот закон голосуем не для международных партнеров. Мы его голосуем для Украины, для украинцев, для того, чтобы реально побороть коррупцию. Поэтому мы должны его выписать таким образом, независимо от того, что говорят международные партнеры, чтобы он действовал. Поэтому форма співпрации Конституционного органа, Вищей квалификационной комиссии судов и, по великому рахунку, не Конституционного, а Допомежного Ради Международных Экспертов сейчас выписывается. В целом, против законопроекта выступает оппозиционный блок. Там заявляют о ненужности еще одного антикоррупционного органа. Сегодня нет общей позиции между БПП и Народным фронтом. И они затягивают рассмотрение права, затягивают внесение закона в суд. Боятся, что провалят и будут выглядеть совсем ничемными перед захватными партнерами. Гораздо простейше и честнейше было перед общественным висловить свою позицию, как вы себе понимаете реформирование всей судовой системы, что все суды были антикоррупционными. А не вы докремливаете один суд, призначать из-за иноземцев на посаду судов. Мы это уже проходили. Мы видели, чем завершилась эпопея с призначением иноземных граждан на посаду министров. Наша позиция не изменена. Мы считаем, что вся судовая реформа должна быть реформована. А выделение окременно взятого, будь то справедливого суду, и оставить всех и все другие нереформированные, непереформированные, это неправильно. Мы не будем голосовать за этот закон. В любом случае, финальное голосование приносится на следующую пленарную неделю. Завтра на РДП снова продолжат рассматривать правки к документу. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Максим Чеблин, Василий Миновщуков. Подробности телеканал Интер. Бескидский тоннель открыт. Он соединяет Львовскую и Закарпатскую области. Завершение этих работ ждали почти 4 года. Как выглядит один из самых масштабных инфраструктурных проектов, и кто его строил, знает Галина Якошко. Это первый поезд, который проходит по Бескидскому тоннелю из Львовской в Закарпатскую область. Теперь можно добраться, преодолев всего около 2 километров пути. Таких поездов каждый день здесь будет проходить не менее сотни. Это в два раза больше, чем пропускал старый одноколейный тоннель. Новый позволит значительно быстрее доставлять грузы и пассажиров по международному транспортному коридору в Италию, Словению, Венгрию, Словакию. В Ольвовскую область приехал и Петр Порошенко в кабине машиниста. 60% экспортного потока, который перевозится с Залезницей, идет через Бескидский тоннель. Сколько раньше потягил тоннель, старый тоннель, который пребывает в аварийном состоянии и в любой мыне мог зачинуться. Створивший коллапс для Украины, пропускал 40-45 пар поездов на дубу. Цей тоннель больше сотни. Это самый масштабный инфраструктурный проект Украины. За время независимости на его строительство потратили почти 3 миллиарда гривен. Деньги взяли в кредит у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Работы выполняли в основном украинские компании под руководством иностранных специалистов и завершили проект на полгода раньше, чем планировалось. Европейская фирма, опытная в строительстве туннелей, 30 лет нашей фирме опыта в строительстве туннелей. Наша основная задача была здесь наблюдение за качеством заводимых работ. Здесь оборудовано 16 камер видеонаблюдения, пожарный водопровод с тремя цистернами и система автоматического пожаротушения. В случае чрезвычайной ситуации старый тоннель можно будет использовать для эвакуации. Выступая во время открытия тоннеля, президент напомнил, что деньги, которые были конфискованы у Януковича и его окружения, идут на проведение реформ в разных сферах жизни Украины. После торжественной церемонии Петр Порошенко отправился на Яваровский полигон инспектировать всеукраинский проект по строительству новых общежитий для контрактников. Со временем в них смогут разместиться 23 тысячи военных. Глина и Кошки, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интерлевовская область. ЕС выделит Украине деньги на реконструкцию электроподстанции на Днепре и улучшение безопасности на дорогах. Владимир Гройсман сегодня подписал документы. Премьер-министр сейчас находится с официальным визитом в Брюсселе. Какие встречи у него запланированы и на какую сумму может рассчитывать Украина? Узнаем от Елены Абрамовича. Перед флагами Евросоюза украинское знамя. А это значит, что в Брюсселе высокие гости из Киева. Владимир Гройсман прибыл обсудить детали макрофинансовой помощи и подписать несколько межправительственных соглашений. В первую очередь встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валвисом Домбровискисом. С ним подробно обсудили условия выделения миллиарда евро, о чем договорились ранее. Обсудили и текущие вопросы. Такие визиты обязательны в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, подписали несколько соглашений о помощи Украине. Две угоды о поддержке Европейским инвестиционным банкам в двух направлениях. Первый – это обеспечение стабильного энергопоставления в четырех областях по Днепру. Это будет означать, что в этих регионах будет достаточно серьезно инвестировано ресурсы 136 миллионов евро. Чтобы подстанции нормально работали, люди получили стабильную энергетику. Второе соглашение касается повышения безопасности на украинских дорогах. Евросоюз предоставит нашей стране 75 миллионов евро. Средства пойдут на модернизацию светофоров, пешеходных переходов и обустройство лежачих полицейских в нескольких городах. Речь идет о Киеве, Харькове, Каменец-Подольском и Днепре. Встретится Владимир Гройсман также с верховной представительницей ЕС Федерикой Магерини. Я могу подтвердить, что завтра утром запланирована встреча верховного представителя ЕС Магерини и премьер-министра Гройсмана. Они обсудят отношения между ЕС и Украиной, а также ситуацию в регионе. Также в программе премьера встречи с руководителями евроинституций, президентом Евросовета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Европейское берет телеканала Индар. Стороны конфликта на Донбассе стягивают к линии фронта тяжелое вооружение. Об этом заявил первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его данным, в последние три недели на передовой постоянно растет количество танков, градов, артиллерии, а наблюдатели все чаще фиксируют случаи их применения. Сегодня на Донбассе впервые с начала конфликта побывала глава другого государства. Президент Эстонии посетил общежитие переселенцев в Краматорске. 300 тысяч евро на его реконструкцию выделили страны ЕС. Все подробности знает Игорь Левенок. Трехлетний Ярослав сегодня впервые осматривает свою комнату. Малыш на седьмом небе от счастья. Теперь у него и у двухлетней сестренки Маши отдельные кровати. В комнате есть даже игрушки. Это котик. В этом доме будет жить многодетная семья переселенцев из Макеевки. Кроме Ярослава и Марии, родители воспитывают двух старших детей-школьников. Пока они на уроках, остальное семейство обустраивается. Скажу так, минимальный набор все-таки есть для того, чтобы вселиться и жить. Бывшее общежитие цементно-шиферного комбината с конца 90-х находилось в аварийном состоянии. После начала боевых действий население Краматорска выросло почти на четверть. Поэтому здания взялись восстанавливать. Теперь здесь 32 полноценные квартиры. Сейчас в Краматорске отремонтировано три таких общежития. В комнатах есть бытовая техника, холодильник, электроплита. Установлена новая сантехника и даже мебель. Бюджетный вариант. Но выглядит все прилично. Здесь чисто и уютно. Новоселов сегодня посетила президент Эстонии Керсти Каюлайд. Это первый европейский лидер, который прибыл в зону конфликта на Донбассе. Двухкомнатная полноценная квартира. Они уже рассматривают вариант. Здесь письменный стол поставить еще, потому что четверо детей. Очень важно продемонстрировать реальную ситуацию, оперативную ситуацию. Вы знаете, что сегодня в ночи снова был обстрел, цивильный. И мы дякуем, что первый визит президента европейской краины отбылся на Донецкую землю. И показать, какая реальная ситуация и что нам нужно допомогти. А в Макеевке у многодетной супружеской пары Ирины и Олега осталась комфортная трехкомнатная квартира. Теперь же есть только две комнаты в общежитии. Но они все же надеются, что оккупированная Макеевка снова станет украинской. Мы за Украину, поэтому мы здесь. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер. Ситуацию на Донбассе с Путиным обсудит президент Франции. Эммануэль Макрон сегодня прибыл в Санкт-Петербург. Украинский вопрос один из главных во время двухдневного визита французского президента. В начале встречи с Владимиром Путиным Макрон выразил уверенность, что Франция и Россия смогут эффективно работать по всем основным направлениям. Это и Украина, и Сирия, и Иран. Пентагон ищет посредника. Американское военное ведомство заявляет, что хочет максимально ускорить поставки вооружений для Украины. Дмитрий Анопченко знает все детали. Предоставление джевелинов – крупнейший контракт с Украиной за многие годы. И связан он не только с политическим решением, но и с огромным объемом бумажной работы. Разрешение, согласование, договоры, чтобы ускорить будущее и новые проекты, военные ищут теперь посредника. Компанию, которая смогла бы на постоянной основе оперативно осуществлять прямые поставки оружия для украинской армии. Это только у нас слово «посредник» сразу вызывает негативные ассоциации с комиссионными и откатами, тем более если речь идет о вооружениях. А в Соединенных Штатах еще в 2017-м просто в оборонном бюджете страны записали, что американское военное ведомство имеет право привлекать сторонние компании для поставок оружия союзникам. Вот Румыния недавно закупила в Штатах 7 противоракетных комплексов «Патриот» в комплекте с радарами, контрольными станциями, антеннами и силовыми установками. Вот Япония, напуганная неопределенностью в КНДР, приобрела у США 30 современнейших беспилотников «Глобал Хог» почти на полтора миллиарда долларов. Вот Саудовская Аравия попросила Вашингтон поставить ей системы, которые военные называют ТЭД – передвижные комплексы для перехвата ракет средней дальности. В Пентагоне говорят, во всех этих контрактах они задействовали посредника. И, по словам замминистра обороны США Эллен Лорд, благодаря этому сэкономили годы. Замглава Пентагона признала, что американское оборонное ведомство, как она сказала, держит фокус на Украине и намерена максимально упростить и ускорить поставки оружия нашей стране. А это значит, что самых факт все здесь считают делом уже решенным. Тем более, что и в проекте оборонного бюджета Америки на 2019-й предварительно записано, что Украина должна получить 250 миллионов долларов военной помощи, в том числе 50 миллионов долларов на летальное вооружение. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Малайзийский «Боинг» был сбит в 2014 году над Донбассом. Там зенитно-ракетно-комплексом «Бук», принадлежавшим Вооруженным силам России, а конкретно 53-й бригаде ПВО, которая дислоцируется в Курске. Об этом на пресс-конференции Международной следственной группы заявил глава прокуратуры Нидерландов Фред Вистербеки. Ранее Еврокомиссия призвала Россию к реальному сотрудничеству в расследовании, поскольку россияне так и не предоставили ответы на вопросы Международной следственной группы. Петр Порошенко надеется, что уже в ближайшее время обвинения передадут в суд. «Зло будет наказано, а справедливость восстановлена», – написал президент Украины в своем фейсбуке. Из гранатомета по больнице. В Мариуполе мужчина обстрелял детскую поликлинику. В полиции сообщили, что нарушитель стоит на учете в местной психбольнице. Оружие он нашел во дворе заброшенного здания, затем сделал выстрел в воздух, но снаряд попал в окно детской амбулатории. Мужчина сам пришел в отделение полиции. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Нападение на бизнесмена в Запорожье. Им оказался Игорь Дейнега. Накануне вечером неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находился предприниматель вместе со своим товарищем. Один из мужчин получил легкое ранение. Медики оказали ему помощь прямо на месте. Автоматы, нападавшие бросили на месте преступления, сами скрылись на мотоциклах. Это уже второе покушение на Дейнегу за последние полгода. В полиции открыли уголовное производство. Как помочь детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, решали сегодня в парламенте. Там прошло заседание Рады матерей Украины при Комитете соцполитики. На него пригласили многодетных мам, волонтеров и лидеров общественных организаций. Все детали в нашем материале. Многодетные мамы, волонтеры и общественные активисты. Более сотни женщин со всей Украины приехали в столицу на заседание Комитета по вопросам соцполитики парламента. Главное, о чем не должен забывать политик, человек, женщина, политик. Это про детей. Большинство народных депутатов, политиков, которые при памяти турбуют долю тех, кто наименше захищен. Это дети-переселенцы. 250 тысяч детей бежали от войны с Донбасса за последние 4 года. Теперь вместе с родителями у них другие проблемы. Отсутствие жилья и мизерная соцпомощь. Самое важное и главное собрание, которое сегодня есть в нашей стране, это собрание женщин, мам, которые не благодаря, а вопреки всем тем условиям, которые есть в стране, рожают, воспитывают, поддерживают своих детей. И тем самым они и проявляют самый настоящий патриотизм. Все дети нуждаются в защите, а дети из оккупированной части Донбасса требуют особого внимания и поддержки, уверен лидер оппозиционного блока. Юрий Бойко поддержал постановление, направленное на защиту семей, пострадавших из-за войны. У меня шестеро детей, я понимаю ваши проблемы. И вважаете, что мы все тут разом. Еще несколько лет назад у нас за народжение дотина дадалась грошовая допомога. Первая дотина 40 тысяч гривен, другая 62 тысячи, и третья 123 тысячи гривен. Сегодня за первую, другую, третью дотину дается 40 тысяч гривен. С вырахованием курса доллара сегодня это уже не что. Будем помогать, чтобы это было выраховано. И мы допомогли таким чином, в первую очередь, молодым семьям. Нардепы также отметили, что необходимо решить вопрос соцзащиты и поддержки детей, проживающих на Донбассе, и детей-переселенцев. Соответствующее обращение отправили премьеру и спикеру парламента. После заседания Рады матерей активисты вышли на протест к зданию Кабмина. Женщины готовы пойти на радикальные действия, чтобы заставить власти принять необходимые решения. На следующей неделе съезд матерей пройдет в Северодонецке. Наталья Шумакова, Лина Зеленская. Подробности телеканал Интер. О политических преследованиях в Одессе заявляет оппозиционный блок. У двух депутатов от этой политсилы прошли обыски. Кто и почему проводил следственные действия, разбирались наши корреспонденты. Виктор Баранский и Виталий Саутенков наиболее активные депутаты оппозиционного блока в Одесском областном совете. Принципиально отстаивают позицию избирателей, выступают за объективное расследование трагедии 2 мая 2014 года. Скорее всего, эта активность считают в ОПО-блоке и стала одной из причин обысков. В офисы предприятий, связанных с политиками, пришли сотрудники главного управления СБУ. Предъявили решение одного из киевских судов. Дескать, проводят расследование о незаконной добыче песка. Оппозиционеры удивляются, неужели силовики не могли придумать более правдоподобного повода для визита. Они, грубо говоря, прицепили предприятия, связанные со мной и своими родственниками к какому-то другому уголовному делу, которое вообще не имеет никакого ничего общего ни с тем бизнесом, которым занимаются эти предприятия, ни с самими предприятиями. То есть это абсолютно полнейшая профанация. В подтверждение того, что следственные действия сфабрикованы, уверяют депутаты, свидетельствуют и то, что обыски также прошли в квартире их однопартийца Александра Катичева. Конкретно был проведен обыск у руководителя одного из наших штабов, который никак не относится юридически и физически к предприятиям, у которых проводился обыск. То есть мы конкретно связываем это с началом политических репрессий, которые начинаются против политизационного блока. В одном из офисов, где прошли обыски, находится общественная приемная народного депутата от АПП-блока Николая Скорика. Сотрудники СБУ сорвали табличку, зашли в помещение. Хотя, говорит парламентарий, не имели на это права. Имущественное отношение к тому офису, который я арендую, это повод зайти для правоохранителей в этот офис. Но еще раз повторяю, этот офис является официально зарегистрированной приемной народного депутата, на которую распространяется все, что связано с депутатским иммунитетом. Это чистое давление на них, на нас, на всю команду. Силовики никаких документов в офисах не изъяли, лишь проверили данные в компьютерах. В СБУ от комментариев отказались. В оппозиционном блоке тем временем подготовили официальное заявление. Выразили протест по поводу случившегося. Случайность или нет? Именно сегодня в Верховной Раде обсуждали законопроект об антикоррупционном суде, который оппозиционеры категорически не поддерживают. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Одесса. Несколько человек в камуфляже пришли сегодня на заседание экокомиссии в Житомирском облсовете. Почему они требовали запретить выделение земли под инвестпроект, разбирались мои коллеги. Местные депутаты, чиновники и люди в камуфляже. Заседание экологической комиссии в Житомирском облсовете проходило с массовкой. Так называемые активисты требовали от депутатов принять нужные для них решения. В частности, не выделяют землю для разработки месторождения «Титана» компании «Валки-Ильминит». Валки-Гацковское месторождение титановых руд. Закрытая цеха, остановленная техника вместо работы простой. Работу предприятия «Валки-Ильминит», которая входит в структуру группы предприятий «Групп ДФ», заблокировали. Лицензию компании на добычу «Титана» в карьере приостановили по совершенно формальным причинам. Якобы из-за проблем с документацией. Результат – парализованное предприятие. Но люди, которые работают на объекте, надеются на лучшее. Працовники все залишаются на рабочих местах. Своечасно выплачивается заработная плата. Працовники получают аванс. Идут отпустки запланованные. Користуются профилакторами. Все пельги за ними сберегаются. Ждем только команды на запуск. Команду на старт ждут и на другом объекте. Группа компании «Групп ДФ» планирует инвестиции в один из крупнейших в Житомирской области инвестиционных проектов. Согласно плану, разработка Стремигородского месторождения должна отвечать последним техническим параметрам и мировым стандартам. Подприятие «Волки и Эльминит» получило специальный дозвол на Стремигородское аппетитное родовище. По данному родовищу выполнены проекты строительства Стремигородского комбината, которые на данный момент проходят в этапе завершения. Но строители могут и не сдать объект. Прокуратура Житомирской области выдвинула требования местному облсовету снять с рассмотрения вопроса выделению предприятий 115 гектаров земли под разработку месторождения руды. Якобы общество против, да и заключенные договора о разрешении работ были составлены с нарушением. Подобные действия прокуроров – не что иное, как очередная попытка препятствовать развитию бизнеса, уверены в Групп ДФ. Заявление прокуратуры о запрете рассмотрения вопроса выделения земли – прямое вмешательство в работу местных органов. А до начала проведения работ в соответствии с законом были организованы общественные слушания. Приняте решения по поводу выделения землиных дел, которые сейчас рассматривает облорада, полностью отвечает всем требованиям чинного законодательства в Украине. Все мое строительство уже предназначено в проекте строительства Стримирского комбината. Подприятие «Валки ильминит» имеет все необходимые дозволы и ліцензии для работы. Специальный дозвол «Валки ильминит» для выделения ильминитовых руд на Стримигородскому родовище было получено еще в 2004 году. Мучи все законные условия, предприятие «Валки ильминит» обратится к Житомирской области с соответствующей заявкой о выделении землиных дел. Диа прокуратура о недопущении до рассмотрения на сессии вопроса о выделении землиных дел. Иршанск – город в нескольких километрах от нового пока что не открытого карьера. Большая часть местных жителей работает на добыче титана. Если предприятия запустят, появятся дополнительные 3000 рабочих мест. Адже в этих предприятиях работают люди не только Иршанской громады. Тут работают люди из Користенского района, тут работают люди из соседней Новоборевской громады. Складно уявить, что может случиться с селищем, если люди не будут получать работу, другими словами, не будут иметь стабильный социальный защит. Позаботились на предприятии о защите окружающей среды. Группа компаний «ГрупДФ» разработала проект по рекультивации земель, который реализуют поэтапно. Согласно подсчетам, после запуска добычи титана на Стремигородском месторождении, казну пополнят сотни миллионов гривен налогов государству и будет запущено экологически чистое производство. Но для этого необходимо, чтобы Житомирский облсовет все-таки услышал местных жителей, а не так называемых активистов. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. В эти минуты в центре Черкасс спецназ штурмует офис одной из политических партий. Около 7 часов вечера в помещение вырвались неизвестные. Они угрожали взорвать две ручные гранаты, выдернув при этом чеку прямо на глазах у сотрудников офиса. По словам свидетелей, мужчины также были вооружены пистолетом. Несколько человек успели выбежать из здания, остались внутри заложники или нет. Пока не ясно, полиция более часа вела переговоры со злоумышленниками и буквально 20 минут назад им удалось зайти в холл. По предварительной информации, одного мужчину с огнестрельным ранением головы забрала скорая и еще один человек погиб. Погоня со стрельбой в Рживщеве Киевской области, полицейские пытались остановить старенький ВАЗ. После того, как автомобиль не затормозил и зацепил патруль, продолжил свое движение, началась погоня. На вот этих кадрах видно, как патрульные догоняют легковушку. Один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам, но машина так и не остановилась. Злоумышленника все же удалось задержать. За рулем оказалась девушка, сейчас она находится в отделении полиции. И экспертиза показала, что она находилась в состоянии наркотического опьянения. Кто с лопатой, тот и прав. В Ривненской области дорожник набросился на водителя, после того, как тот указал, что, по его мнению, асфальт укладывают с нарушениями. В облафтодоре убеждены, что всему виной личные неприязни. А вот чем все закончилось, смотрите в сюжете. Это видео снимал активист на дороге Ривны-Сарны, неподалеку от села Александрия. Он уверен, что ямочный ремонт делают некачественно. Трансляцию в фейсбуке прерывает один из ремонтников. У него в руках лопата. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Парню диагностировали легкие телесные повреждения. Помощь понадобилась и нападавшему. У бригадира подскочило давление. Сегодня активисты приехали к главному офису Ривненского облафтодора. Требовали уволить агрессивного сотрудника. Руководство к пикетчикам так и не вышло. Оказалось, все на выезде. В облафтодоре считают, конфликт произошел из-за личной неприязни. Ведь активисты мешали работе бригады. А вину своего рабочего отрицают и считают его пострадавшим. Конструкция не завершена. И не можно тут же бигти следом и ковыряться в этом асфальте. Активист написал заявление в полицию. Там начали расследование. Действительно, он обратился к нам с заявкой, что ему нанесли, работники Украинского облафта, легкие телесные повреждения. Были выбрали его пояснения. Было зафиксовано факт телесных повреждений на его теле. Кто был неправ и кому придется отвечать, теперь выясняют следователи. Активисты же обещают снова устроить пикет, если их обидчик не будет уволен. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. В центре Киева в преддверии финала Лиги чемпионов презентовали футбольную фан-зону и мобильный информационный центр МВД. И все это видела Юлия Жешко. По Крещатику с сегодняшнего дня не проехать. Теперь здесь главная из четырех фан-зон столицы. Она получила название «Фестиваль чемпионов». Открыл ее мэр города Виталий Кличко. Болельщикам презентовали кубки Лиги чемпионов. Один вручат победителю женского финала, другой мужского. Сегодня фанаты будут смотреть решающий поединок среди женщин. Но безусловно, главное событие – субботнее противоборство между Мадридским Реалом и Ливерпулем. Я из Австралии, я взволнован. Но я уверен, мы победим. Хотя немного нервничаю. В сотни метров от центральной фан-зоны начал работу мобильный информационный центр МВД. Здесь будут находиться все службы, министерства. В частности, сотрудники нацполиции, госчез и нацгвардии. Киевляне и гости столицы смогут тут получить необходимую информацию и помощь. Тут размещены информационные материалы для гостей, и карты, и информация про экстренные службы, в том числе полицию, за которыми они могут вернуться, если будет какая у них потреба. По предварительной информации, в столицу прибудут 55 тысяч футбольных фанатов. Силовики уверяют, к наплыву болельщиков подготовились. В столице усилили меры безопасности. Патрулировать центр города будут несколько тысяч правоохранителей, причем не только украинские полисмены. На минулому тижню мы встречались с послами Великобритании, с послами Испании, и у нас была домовленность по прибудению представников полиции Испании и Великобритании. Юлия Жешко, Андрей Костюк, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ином, запланированную на 12 июня. Об этом американский президент сообщил северокорейскому лидеру в письме. Своё решение Трамп пояснил страшным гневом и открытой враждой в последнем заявлении Пхеньяна. Это цитата. Речь идет о высказывании замминистра иностранных дел КНД, которое назвала вице-президента США Майкла Пенса невежественным и глупым и пригрозила ядерной войной. А ранее, я напомню, Пенса заявил, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии, если Ким Чен Ин не пойдет на сделку с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Впервые после отравления дочь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль встретилась с журналистами. О чем она рассказала и как себя чувствует, расскажет Светлана Чернецкая. После 20 дней в коме Юлия Скрипаль впервые появилась перед камерами. Со дня покушения прошло почти два месяца. О том, что девушке чудом удалось вернуться с того света, напоминает шрам на шее. И хотя ее выписали из больницы, лечение и реабилитация продолжаются. Известно, что сейчас Юлия живет в Лондоне, в засекреченном месте. Ее жизни все еще может угрожать опасность. В заявлении Юлии никаких шокирующих обвинений не прозвучало. Вероятнее всего, это выступление было сделано исключительно для российской публики. В Москве не единожды заявляли, что девушку удерживают в Британии насильно. И вообще, выдают за нее другого человека. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Отца Юлии, экс-полковника ГРУ, тоже уже выписали из больницы. Он находился в коме дольше дочери. Около месяца. И скорее всего, именно он был мишенью покушения. Сергей Скрипаль бывший двойной агент. Он работал и на СССР, и на британскую разведку. В последние годы жил в небольшом городке Солсбери. И туда он вряд ли когда-нибудь вернется. Именно в доме Скрипаля обнаружили наибольшее количество нервно-паралитического вещества новичок. Это оружие химического поражения, которое разрабатывали в Советском Союзе. Лондон обвиняет Москву в покушении на отца и дочь. И возмущается применением такого сильнодействующего вещества на британской земле. Россия же продолжает отрицать свою причастность. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Импорт как угроза национальной безопасности. США планируют ввести пошлины на ввоз в страну автомобилей из-за рубежа. Когда это может произойти и чем ответят партнеры Вашингтона по всему миру? Знает Татьяна Лагунова. Сначала были стали и алюминий, теперь автомобили. Соединенные Штаты собираются ввести пошлины на импорт легковых машин, грузовиков и запчастей к ним. Дональд Трамп уже поручил Министерству торговли изучить этот вопрос, но эксперты тем временем назвали возможный размер пошлины 25%. Эксперты Министерства торговли уже приступили к работе. Они проверяют, не угрожает ли импорт иностранных машин национальной безопасности страны, разрушая ее собственную автомобильную промышленность. Формально для подготовки отчета у экспертов есть несколько месяцев, но Дональд Трамп в социальных сетях намекнул справиться раньше и пообещал американским производителям, скоро их ждут потрясающие новости. Совсем не в восторге от новостей из Вашингтона, экспортеры машин на американский рынок. Если США ведут пошлины, то это приведет к неразберихе в мировой экономике и негативно скажется на торговле в рамках ВТО. Китай выступает против злоупотребления формулировками о национальной безопасности. Это может нарушить механизм международной торговли. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией, изучать возможные последствия. Китай будет решительно защищать свои законные интересы. В шоке немцы, которые продают в США полмиллиона автомобилей в год. Немецкие производители уже назвали эти планы провокацией и протекционизмом и призвали власти страны на всякий случай приготовить ответные меры. Если пошлины на автомобили пока в планах, то тарифы на импорт стали и алюминия могут вступить в силу уже на следующей неделе. Дональд Трамп ввел их еще весной. Но страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Канада, Южная Корея, Мексика и Бразилия получили небольшую отсрочку до 1 июня. Птена Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Итоги недели. Завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин